Погодь! Полуденным залпом с Нарышкина-Бастиона Петропавловской крепости отметили отбытие первой группы путешественников по маршруту, объединяющему Северную столицу и Поморье. Туристы не только прогуляются по следам Великого Императора, но и получат огромный объем знаний. Основная тема, конечно, здесь, которая звучит, это тема героических Петровских преобразований. Он так и называется – «Дорога из Арктики по следам Петра Великого». Здесь звучит тема о Сударевой дороге. Мы говорим также о Северной войне, об истории русско-шведских конфликтов, остановлении российского флота на Балтийском море. И, конечно, мы много говорим о поморах, о вкладе народов русского севера в строительство Сударевой дороги. Такое путешествие займет ровно неделю, и у него есть два варианта – для тех, кто любит с комфортом, и для тех, кому не чужды более экстремальные маршруты. Первый модуль – это автобусный, рассчитанный на массового туриста, где мы туристов везем на автобусе и затем уже на соловки, на катере. Второй модуль – он приключенческий, на вездеходе «Амфибия», где помещается 17 человек. Летом вездеход, а зимой – снегоходы. Такая техника может понадобиться, чтобы попасть в важную точку маршрута – старинное поморское село Нюхча. Добраться туда на легковом автомобиле – редкая удача. Мы сумели добраться в этом году в Нюхчу, что это тоже крайне сложно, потому что сухая погода позволила нам проехать вот этот кусок, который очень часто закрыт из-за природы, из-за болот, из-за воды. Именно в Нюхче началась Осударева дорога, которая в этом году отмечает 300-летний юбилей. Там высадились войска Петра, чтобы прорубить через Карельскую тайгу выход к Повенцу, а значит и Канежскому озеру. 4 метра ширина дороги, в некоторых источниках 6 метров и 167 верст. Умножьте одну версту на 1 километр 0,66 метров и вы узнаете современный километраж. И я думаю, что Петр Первый был великим путешественником. Ни один современный человек, пожалуй, вот так вот не пройдет, даже имея хорошее оборудование, палатки и все остальное. В организационную группу тура вошли ученые, музейные сотрудники, экологи и эксперты Русского географического общества. В ходе первого путешествия они проверили маршрут, сверили данные и отсняли материал для документального фильма. Поморская, карельская, архангельская архитектура, она невероятна. Почему это такие древние традиции, которые сохранились и поддерживаются. Это на самом деле очень ценно. И, кроме всего прочего, сам по себе маршрут исторически очень интересен. Но это Осударева дорога, которая явилась прологом основания Санкт-Петербурга. И для нас это, безусловно, очень ценно. Попадет фильм о путешествии и Петрозаводск. Это одна из финальных точек маршрута. Здесь туристы также прошлись по знаковым местам и задержались в галерее промышленной истории, чтобы поподробнее познакомиться с историей города, который основал Петр Великий. Юлия Степанова, Варвара Ермоленко, Служба новостей.